Дорогие представители масс-медиа, спасибо, что вы сегодня пришли на наш брифинг. Сегодняшний брифинг посвящен предвыборной кампании, и вступление партии ШОР в избирательную кампанию этого года. В пятницу на этой неделе партия ШОР войдет официально в кампанию и представит людям свою программу, с чем мы идем на выборы и зачем мы хотим прийти к власти. В пятницу мы представим основные задачи первого года правления партии ШОР. Почему я говорю правление? Потому что мы уверены в своем результате, мы уверены в том, что сегодня люди хотят изменений как никогда, и люди знают прекрасно, что этих изменений добиться может только партия ШОР. Дорогие друзья, главный слоган данной кампании будет партия ШОР работает для людей. Да, всего за несколько лет мы доказали, что мы партия, которой не говорим, а мы делаем. Мы доказали, что мы партия, которая единственное что-то может реально менять в нашей стране. Мы партия, которая реально работает для людей каждый Божий день. И это не слова. Это каждый из вас может увидеть, заехав в город Аргеев, заехав в другие населенные пункты. Потому что мы каждый день что-то созидаем. Да, нам удалось на примере маленького города доказать, что Молдова может быть другой. Нам удалось доказать, что Молдове может быть европейский город, и люди могут жить лучше. Сегодня партия ШОР хочет прийти к власти в стране только лишь с одной целью. Чтобы такой сделать всю страну. Чтобы насытить бюджет, чтобы поднять пенсии, чтобы дать бюджетникам хорошие зарплаты. Чтобы сделать честную, правильную, народную юстицию. Чтобы строить государственные фабрики, заводы и предприятия, дать людям рабочие места. Чтобы наша диаспора не спорила, сколько у них будет избирательных участков. А чтобы они жили дома и наслаждались своей страной. Вот этого мы хотим. И к этому мы идем. Мы не просто так приняли для себя решение в отношении нашего слогана. Потому что только мы сумели доказать, что мы поистине работаем для людей. Нам сегодня не стыдно смотреть в глаза людям. Потому что мы добились больших результатов всего за несколько лет, не находясь ни дня у центральной власти. Ни дня, дорогие друзья. Все те политические партии, которые сегодня предлагают вам свои услуги, имели возможность доказать народу результат. Но результат налицо. У каждого разные причины, и каждый может это аргументировать. Но суть остается суть. Сегодня мы как партия гордимся нашим результатом за тот период времени, который мы сделали до сегодняшнего дня. Мы гордимся тем, что нам не стыдно показать там, где мы управляли. И наша цель и мечта гордиться Молдовой. Гордиться за то, что мы сумели ее сделать красивой, ухоженной, богатой. А главное, счастливой гражданами страной. Дорогие друзья. Сегодня непростые времена. Сегодня времена, когда опять политики наставят выбирать между крайностью и крайностью. Нам все равно, какой люди национальность, нам все равно, на каком люди говорят языке. Нам важно, чтобы мы смогли создать людям те условия, где они будут жить достойно. Нам важно, чтобы мы смогли создать людям хорошие, достойные условия для того, чтобы растить своих детей дома. Нам важно, чтобы мы смогли создать те условия, при которых наша диаспора, повторяюсь, не будет спорить о количестве участков за рубежом, а будет жить дома, счастливо, богато и красиво. То, как должна жить любой нормальный цивилизованный народ. Дорогие друзья, именно поэтому я хотел сегодня заявить, что главный слоган партии ШОР «Мы работаем для людей» не просто слоган. Мы не просто вам придумали красивую этикетку для невкусной конфетки. Мы доказали, что мы те, кто реально уже много что сделал. Мы доказали, что мы реально можем. Поэтому наш слоган это не очередной пиар-ход. Наш слоган это то, что мы сегодня можем показать на деле. То, за что нам есть гордиться. Программа партии ШОР не писалась пиарщиками и стратегами в красивых кабинетах заморских. Программа партии ШОР писалась на коленках в селах и городах, где мы строили и меняли жизнь людей к лучшему. Меня слышно? Да, 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 тут окей. Потребляйте скачать мессажи. Да, паузит. Программа партии ШОР не писалась в кабинетах стратегов или пиарщиков. Заморских пиарщиков или стратегов. Программа партии ШОР писалась в селах и городах, где мы меняли жизнь к лучшему здесь и сейчас. Где мы строили людей, где мы работали для людей. Где мы хотели сделать так, чтобы у людей появилась улыбка. Дорогие друзья, извините, это видно, хорошие люди начали делать плохие дела. Я остановился на том, что программу партии ШОР, предвыборную программу, не писали заморские пиарщики и стратеги. Ее писали люди, которые выполняли работы на коленках в селах и городах, которыми управляет партия ШОР. Мы знаем на практике, что делать и как делать. Дорогие друзья, я сегодня хочу ответственно заявить, что партия ШОР – это единственная партия, которая реально что-то сделала в стране за 30 лет. Не будучи ни одного дня у власти. Это единственная партия, которая готова взять полноценно власть в свои руки и изменить жизнь к лучшему людей здесь и сейчас, завтра. Чтобы у людей были пенсии, дороги, зарплаты, рабочие места и так далее. Но об этом мы поговорим в пятницу, когда мы представим свой план действий на первый год правления после выборов. Дорогие друзья, ну и в завершение хочу сказать, что все несколько лет, сколько мы находимся в политике, и единственный аргумент, ведь всегда даже наши враги признавали, что партия ШОР делает, партия ШОР строит, у партии ШОР получается лучше, чем у других. Но все всегда пытались нас обвинить в вопросе миллиардов. Сегодня, когда мы вышли и четко дали решение этому вопросу, и четко предложили, что надо сделать, мы не получили ни одного ответа, ни от одного органа власти, которые косвенно доказали, а, свою причастность к грабежу, б, доказали, что все обвинения в наш адрес являются лишь попыткой нас оболгать, и, ц, самое главное, люди не хотят, вернее, чиновники и политики не хотят решения этой проблемы, которая реально даст возможность уже завтра прихода денег в бюджет. Дорогие друзья, конечно же, сегодня, я могу с уверенностью сказать, что первое, что мы точно можем гарантировать, что по тому принципу, который мы сегодня вам предложили, по которому принципу, который мы месяц бегаем за всеми властями, чтобы сесть за стол переговоров о том, чтобы акционеры вернули деньги, а потом сами их взыскивали с тех, кто должны, конечно, этот вопрос будет решен в первую очередь, потому что это наглость, хамство, беспринципность и бесцеремонность властей, которые даже не хотят это обсуждать. Дорогие друзья, партия ШОР работала, работает и будет работать для людей, вопреки всем нашим врагам. В пятницу вы услышите очень много интересного из плана действий на первый год правления партии ШОР. Спасибо вам большое. Спасибо.